Советский кинематограф хранит немало историй о том, как талантливые актеры и актрисы, еще не успев погреться в лучах славы, поддавались на мимолетные слабости и сами разрушали свою жизнь. Но сегодня мы хотим рассказать о настоящем романе, где главная героиня – актриса Нина Архипова, у которой в жизни было много трудностей. Но благодаря своей стойкости и характеру в финале, как в хорошем кино, она все же обрела настоящее счастье. Нина Николаевна Архипова родилась в 21 году в городе Омск. Ее отец Николай Матвеевич был чемпионом Иркутска по конному спорту и кавалеристом, воевавшим в гражданской войне. Мать Мария Николаевна вначале работала машинисткой в Петербурге, но после знакомства с будущим мужем пересела из-за стола с печатной машинки на коня и отправилась вместе с мужем воевать на бескрайних полях. По окончании войны родители Нины Архиповой часто переезжали, но в итоге осели в Москве. Однажды в детстве Нина Николаевна услышала, как ее мама играет на пианино и очень полюбила музыку. Родителям было сложно адаптироваться к обычной мирной жизни, потому что война оставила неизгладимый отпечаток на их психике. По воспоминаниям Нины, когда ее отец был чем-то подавлен, он хватался за кобуру и начинал стрелять в потолок. Уже вскоре мать не выдержала и в 30 лет наложила на себя руки, а отец не смог самостоятельно воспитывать дочь и вскоре начал спиваться. Через 4 года не стало и его, а девочку определили в детский дом, где Нина и столкнулась со всеми трудностями сиротской жизни. За несколько лет до этих событий отец подарил Нине старый рояль, на котором она вскоре научилась хорошо играть. Закончив обучение в музыкальной школе, Нина пошла работать в Дом пионеров, а затем влюбилась в театр и поступила в театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1945 году. До 1951 года Архипова работала в театре имени Вахтангова, а затем ушла в Московский театр сатиры, в котором прослужила до 2016 года, то есть до конца своих дней. В театре сатиры Нина Николаевна была ведущей актрисой и за годы своей деятельности сыграла на сцене свыше 100 ролей. Что же касается личной жизни, то ее первым мужем стал композитор Александр Голубенцев, который был старше нее на 22 года и тоже работал в театре имени Вахтангова. Поначалу Голубенцев не хотел идти в ЗАГС, ведь он считал бракосочетание делом несерьезным, называя его пустой формальностью. Но спустя некоторое время отношения у пары стали портиться. Александр начал выгонять Нину из комнаты со словами «Уйди, ты мне мешаешь». В это время Нина Николаевна уже была беременна. Она уходила к подругам и плакала. Но, тем не менее, поплакав и погоревав, все же возвращалась к своему мужчине. Александр и Нина зарегистрировали отношения только после рождения дочери Натальи. Но, несмотря на все усилия со стороны Архиповой, брак тем не менее распался. Кстати, дочь актрисы Наталья известна благодаря озвучиванию Зайца Степашки и Птицы Каркуши в детской передаче «Спокойной ночи малыши». По словам Архиповой, в актерской профессии у нее тоже все было негладко. Поначалу ей мешало отсутствие мастерства, ведь она училась в щуке, что называется наспех, в годы войны. Поэтому ей приходилось на сцене играть саму себя. И только в заданных обстоятельствах. В 50-м году актрису пригласили на главную роль комедии «Щедрое лето». Но в театре Вахтангова ее не отпустили. Архиповой это очень не понравилось, и она уволилась, чтобы принять участие в съемках. А затем она была принята в театр сатиры, который стал для нее родным домом на всю оставшуюся жизнь. Именно там у нее открылось второе дыхание, и она стала по-настоящему актрисой. Вторым мужем Нины Архиповой стал писатель Борис Горбатов, который был старше нее на 12 лет. В этом браке родилось еще двое детей – дочь Елена и сын Михаил. Однажды актриса услышала от матери Бориса свой адрес следующее. «Нина такая невидная, серенькая, но зато не пьющая. С красавицами-то мы уже намучились. Дело в том, что обладателю двух сталинских премий писателю Горбатову срочно понадобилась новая жена. Ибо предыдущая супруга, актриса Татьяна Куневская, сидела в лагерях за слишком смелое поведение и красивую внешность. У Бориса были серьезные проблемы со здоровьем, и в 54 году он скоропостижно скончался. Ему было всего 45, а Нина Николаевна осталась одна с маленькими детьми на руках. Ну а третьим и последним супругом актрисы стал народный артист Советского Союза Георгий Менглет, с которым Архипова прожила более 40 лет. Дочь Менглета Майя долгое время держала обиду на отца, считая его предателем, который устал от коммунальной тесноты и, бросив свою семью, убежал в хоромы Архиповой, которые ей достались от Горбатого. Об актерской карьере на время пришлось забыть, потому что о Нине Архиповой пришлось заниматься детьми, но о потерянных ролях она никогда не жалела и всегда говорила, что в лице Менглета она приобрела гораздо больше. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев. Помните ли вы актрису Нину Архипову?